Проектная деятельность в школах уже давно является системообразующей. В течение учебного года ребята принимают участие в самых разных социальных, коллективных и индивидуальных проектах. Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя, попробовать свои силы, принести пользу, показать публично достигнутый результат. В восьмой школе сегодня старшеклассники презентовали несколько новых проектов. Десятиклассники рассказывают об идее их класса. Наступило новое время, когда школьники большую часть времени посвящают онлайн-образованию. А чтобы видеоконтент был качественным, необходима студия, оснащенное оборудование. Начиная от самих видеокамер до прозрачной маркерной доски. Зритие будет отчетливо видеть все, что написано на доске. И при этом будет соблюдаться зрительный контакт. Такой контент здорово выглядит на YouTube-каналу. А эти восьмиклассники пропагандируют здоровый образ жизни. Идея их проекта – создание велопарковки в школьном дворе. Проблема заключается в том, что, к сожалению, на территории нашей школы нет специализированной парковки для удобного и надежного хранения транспорта. И приходится на свой страх оставлять велосипеды и самокаты, прикрепляя их к забору. В Лоботанге – это третья волна школьного инициативного бюджетирования. В прошлом году было успешно реализовано пять проектов. В этом году школы подготовили еще больше идей. Во всех школах сейчас проходит публичная защита ученических проектов. Затем авторы изучат общественное мнение на портале «Живем на севере». В конце года пройдет единый день голосования, который, собственно, и определит, какие проекты по инициативе школьников будут реализованы в 2022 году. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное». КОНЕЦ «Время местное».